Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня у нас длинное разговорное видео. Я знаю, вы их обожаете. И дабы не лить воду впустую и разглагольствовать, я решила поотвечать на ваши вопросы. Вы в последнее время задавали очень много интересных вопросов. Поотвечаю на самые актуальные из них. Первый вопрос, который я сейчас получаю чаще всего, это, конечно же, вопросы про украшения, про эпоксидку, про кулоны в частности. Все спрашивают, будут ли еще или когда? Когда уже? Я многим, кому они, к сожалению, не достались, отвечала. То есть многие люди лично от меня давно знают, что они будут и какие они будут. Такие обладатели секретной информации, так сказать. Я на самом деле просто тащусь. И это, наверное, без преувеличений. И первый раз в моей жизни, когда какое-то увлечение, помимо рисования, так сильно меня захватывает. При том, что я пробовала кучу всего. И шитье, и создание кукол, и лепку, и дизайн. И, боже, я даже не вспомню сейчас. Я, наверное, просто все умею. Ну, естественно, не на профессиональном уровне имею в виду, а там где-то в зачатках. То есть я поперепробовала и проэкспериментировала вообще со всякими творческими штуками. Уже не вспомню все. Но эпоксидка и вообще создание украшений, я сейчас этим просто горю. И это потрясающе. Я сейчас сделаю столько всего. Так что, да, мне так хочется заспойлерить и показать вам все поскорее. Но я сдерживаюсь. Но я вас уверяю. К лету, и сейчас в апреле кое-что будет, и в мае будет, и летом, я думаю, будет несколько больших коллекций всего-всего разного. И не только кулонов. И, короче, я себе сдерживаюсь. Ну, в общем, скоро все увидите. Так что, да. Я на самом деле в шоке была. Я думала там, ну, сколько там у меня было? 10 кулонов или 11? А, я вспомнила, их было 13 штук. Просто я думаю, что 11, потому что 2 я лично отвезла девочкам, которые жили в моем городе. Я с ними встретилась и передала из рук в руки, так сказать. Потому что было бы глупо отправлять по почте. Я думала, ну, окей, 13 кулонов. Ну, за сколько? За 2 дня, за 3 разойдутся. Но, поистогу, их разобрали за час там 20, за час 30. Короче, за час с лишним, за полтора часа. Это просто рекорды. Я была в шоке. И мне было так обидно, когда куча людей писала. И, к сожалению, им не досталось. Но подождите, подождите. Скоро, скоро все будет. Готовьте кошелечки. Единственное, что я могу вам сказать, так это то, что эти украшения будут супер в моем стиле. Я сделала это неосознанно. Но потом, когда я посмотрела на результат и проанализировала, я поняла, что те украшения, которые я делаю, они в себе содержат как какую-то мрачную и загадочную сторону, так и милую. И, ну, по факту это и есть мой стиль. Мои иллюстрации именно такие. Они и милые, и при этом мрачные. И украшения получаются точно такими же. Меня это очень радует. Все-таки это какая-то отличительная, наверное, черта моего стиля. Поэтому, да, думаю, что вам понравится. Если вам нравятся мои иллюстрации, то мои украшения вам тоже должны понравиться. И следующий вопрос. Главная идея твоего творчества. Что ты хочешь им показать людям? Это очень классный вопрос. Я вообще не помню, чтобы я отвечала на такой вопрос. Я не знаю, возможно, мне его задавали, но я его пропустила. Я просто не знаю, он такой очевидный. Но почему-то мне кажется, что я на него не отвечала. Хотя, может быть, я забыла. Окей. Ну, если что, повторю. К тому же аудитория обновляется. И, возможно, не все понимают мой посыл. Но мой посыл очень простой. Я считаю, что я нахожусь здесь, в этом мире. Ой, так пафосно звучит. Я думаю, что моя задача основная. Это нести в первую очередь свободу. Я считаю, это очень важно. Потому что сейчас очень сильное давление на художников со всех сторон. И это очень странно. Черт возьми. До сих пор. До сих пор такое ощущение, что у нас, блин, сраное средневековье. Потому что вы не представляете, сколько я получаю сообщений личных, где мне пишут мальчики и девочки, которые говорят, мои родители ненавидят меня за то, что я рисую. Они там выбрасывают мои художественные принадлежности. Они категорически против. Они не хотят, чтобы я занималась творчеством. И просто я в ужасе от этого. Я не понимаю, как такое вообще возможно. То есть сейчас начинающие художники, я говорю начинающие, потому что только начинающих такие вещи на самом деле волнуют. Ну, это факт. Опытные художники, которые давным-давно сделали себе какую-то репутацию, которые зарабатывают этим, они, конечно, давно уже свободны от этих всех предрассудков. Хотя, наверное, тоже случаются у них какие-то такие ситуации. Но в любом случае им проще. Я говорю сейчас о начинающих. Они на самом деле чувствуют давление и со стороны нерисующего общества. Как правило, это семья, родители, возможно, одноклассники и так далее. Так еще и получают пинки от своих же коллег, от художников, от таких же начинающих рисовальщиков. И о какой свободе и о каком творчестве мы можем говорить, когда ты мало того, что получаешь какое-то давление со стороны близких, и окружающих тебя людей. Так еще и когда ты приходишь за помощью в интернет, когда ты выкладываешь свое творчество, ты получаешь пинков от таких же художников, как ты, или нет художников, от просто мимо проходящих людей, которые говорят тебе, говно рисуешь, проваливай отсюда, больше не рисуй, ты отстой. И я не знаю, наверное, это у нас такой менталитет, потому что я уже неоднократно говорила, что за рубежом совершенно другое, более лояльное отношение к этому и более свободное, и там огромное количество иллюстраторов, которые реально ценятся, и у них у всех свой специфический какой-то стиль. И наоборот, чем интереснее твой стиль, тем больше ты ценишься. У нас же, как правило, чем сильнее ты отличаешься от какой-то нормы, как в нашем случае это академизм. У нас в стране просто академизм – это святое. Вот не трогайте академизм. Если это не академизм, то это говно. И люди не знают, что такое иллюстрация, что такое стилизация, что такое декоративная живопись. И я считаю, это в корне неправильно, поэтому в первую очередь я несу в массы свободу и нестандартный подход, и широту взглядов. Это очень важно, это то, чего нам не хватает, потому что все вот эти вещи, что «Ты что, смешал акварель с гуашью?» Ну, блин, ребят, это такой бред. Вот мне просто больно читать подобные вещи. И какое количество людей настолько узко мыслит, включая тех же самых художников. То есть, ладно, когда мимо проходящий какой-то дурачок что-то такое написал, но когда сами художники, иллюстраторы пишут такое другим художникам, у меня просто в голове это не укладывается. Это такое узкомыслие, и это, вот, я не знаю, наверное, людям нравится надевать черный пакет себе на голову и вот сидеть в нем и думать «Пропорции, пропорции!» «Ой, круг, там спектр, сочетание цвета!» Все как в учебнике. Я просто не знаю, зачем это делать. Я ни в коем случае, я 10 раз уже повторяла, что я ничего не имею против академизма. Мне нравится академизм. Но какого черта люди, которые поддерживают какие-то классические стили и какие-то академические принципы, они считают своей обязанностью тыкать всем остальным, кто по их личным меркам не подходит под идеал. Мне кажется, это просто, это катастрофа, и с этим нужно бороться. Поэтому в первую очередь я тут, чтобы вы не боялись делать то, что нравится вам, вы не боялись вырабатывать какой-то нестандартный стиль. И мне кажется, что я тот человек, который убедительно звучит, потому что, ну, мое творчество, оно не для всех, и оно такое странненькое. Меня вообще веселит, когда художнику пишут, вот не рисуй вот так, вот тебе надо сделать вот так, ой, какие стрёмные лица исправь, ой, а что с анатомией? И вот мне всегда хочется задать вопрос, а то что? Вот, а если я сделаю не так, как хочется тебе, то что? А что будет, если я сделаю так, как хочу я? Не так, как требуют от меня, там, поклонники реализма, не так, как хотят академисты, а так, как хочу я? Вот так вот ломано, вот так вот странно, с такими интересными и нестандартными цветовыми сочетаниями. Что будет? Вы чем меня пугаете? То есть, меня очень веселит, когда мне такое пишут, потому что я считаю, что я вполне себе уже состоялась как иллюстратор. Я не хочу, чтобы вы сейчас в моих словах слышали какое-то высокомерие, просто я считаю, что для моего странного стиля у меня огромнейшая аудитория, просто нереально огромная. И просто что случится? Что со мной будет? Я вот, например, всех этих правил не придерживаю, и при этом мне удалось собрать просто гигантскую аудиторию. Я до сих пор в шоке. Если честно, мне кажется, это реально огромное количество подписчиков для моего стиля. И я почему-то вообще не страдаю, живу в свое удовольствие, делаю все не по правилам, имею заказы, веду канал так, как мне хочется, развиваюсь. И, как видите, ничего плохого со мной не случилось. И поэтому мне кажется, что я со своим странным достаточно стилем нестандартным как раз-таки неплохой пример для тех ребят, которые боятся сделать шаг влево-вправо от каких-то стандартов. И мне хочется в первую очередь сказать им, чтобы они не боялись, потому что, как видите, ничего страшного с вами не случится. Вы точно так же со своим бунтарством можете стать прекрасным просто художником и существовать, и ни под кого не подстраиваться, и делать только так, как нравится вам. Так что, да, вот такой огромный развернутый ответ на этот вопрос. Для чего я здесь и что я несу в массы? В первую очередь, свободу. Такой вот мой ответ. Ну вот и все. Я надеюсь, что вам понравилась эта иллюстрация. Я достаточно долго над ней работала. Если вы угадали этих персонажей, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать! А также не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мой паблик ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки, как всегда, внизу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok